История каждого из нас начинается не с рождения, а уходит глубокими корнями в прошлое. Пронизывающий ветер, верный конь и бескрайняя степь – все это у казахов в крови. Ведь само слово «казах» в переводе с тюркского означает «свободный». Истоки казахского этноса происходят из XV века. А сейчас они – десятая по численности национальность в России. В Самарской области проживает около 16 тысяч казахов. И по сей день они хранят и чтут свои традиции. Меня зовут Алтынай Айдналиева. Я родилась в поселке Глушицкий, Большечерниговского района Самарской области. Родилась на чабанской точке. Она называлась Южной Черемушки. То есть мои родители в то время были чабанами. И вообще мои предки – они все выходцы из Казахстана. И, конечно, занимались основной трудовой деятельностью – овцеводство. Мои дети – это уже четвертое поколение. Мы более такие обрусевшие казахи. Но мы стараемся соблюдать все наши традиции. Семья у нас большая. У папы с мамой у нас четверо детей. Три дочки и папочка-сыночек. Это было мое самое такое, наверное, беззаботное время, детство. Когда мы пасли овец, играли в наши народные игры. То есть это, ну, незабываемое что-то. Мы до сих пор это все вспоминаем. Своей большой семьей мы часто встречаемся. Не только у наших любимых родителей, но и друг у друга. Народная казахская игра – асык. Асыки – это кости коленного сустава овцы или барана. Правила игры такие. Один игрок берет в ладони как можно больше костей и рассыпает их на пол. Одна из них при этом главная. Ее называют хан. Обычно эту костяшку красят в красный цвет. Всего может быть четыре положения костей на каждой из сторон. Их называют Алши, Тай, Бук и Шик. Если хан выпал в положении Алши, то игроки сразу на расхват загребают себе побольше костей. Если же хан стоит в ином положении, то игра идет по другому пути. Тогда игрокам нужно выигрывать кости, стараясь попасть одной костяшкой в другую, находящуюся в таком же положении. При этом ходе игрок забирает себе ту кость, в которую попал и продолжает играть. При неудачном ходе, если задел другую кость или не попал в кость с таким же положением, ход переходит к следующему игроку. Выигрывает тот, кто набрал больше костей. Мы гордимся этим, что мы не забываем, что мы соблюдаем и что все традиции и обряды мы стараемся передать нашим детям, чтобы они помнили. Понятно, что традиции передаются, они из года в год, из века в век. Они же немножко видоизменяются, потому что и время другое, понятно, что и окружение другое, но тем не менее суть одна. Это наше национальное блюдо баурсаки. То есть в начале, утром, рано поставила тесто, оно дрожжевое, оно уже поднялось, пышет. И сейчас мы будем его раскатывать и разрезать на баурсаки. Без баурсаков не обходится ни одно казахское застолье, ни один казахский дарстакан, потому что баурсаки, они на любом столе, по любому поводу, даже может быть просто так. И получается вот оно такое круглое солнышко, наше казахское солнышко. И здесь уже у каждой хозяйки, я имею в виду, баурсаки, форма баурсаков, она у каждой хозяйки своя. То есть, но в основном обычно квадратные, немножко прямоугольные. Можно сделать круглые, то есть разрезать стаканчиком. Но вот в нашей семье мы привыкли, как-то вот всегда у нас квадратные такие вот. С детства, из дома, оно все начинается вот с застолья. Уже рождение ребенка тоже начинается, считай, с баурсаков. И все, все это сопровождается. Обязательно праздничный стол украшает баурсаки. У нас еще баурсаки пекут каждую пятницу. Есть поверье, что каждую пятницу те родственники, которые ушли в мир иной, они приходят в свои дома и смотрят за своими домочадцами, за своими близкими. Если они в этот день сидят всей семьей, пекут баурсаки, читают молитву, вспоминают своих родных, то они, подглядывая за ними в окна, остаются очень довольными и с приподнятым настроением, гордый, уходят к себе. А если они видят совсем иную, противоположную картину, что идут какие-то неурядицы в семье, о них не вспоминают, баурсаков нет, семья за столом не собирается по утрам на завтрак, то они, к сожалению, очень тяжелым таким сердцем бредут, не торопясь к себе. И у нас уже такая традиция, в каждой семье обязательно есть дедушки и бабушки, которые уже, к сожалению, нет с нами, поэтому мы эту традицию соблюдаем у нас каждую пятницу. Хан и баурсаки У Искандер Хана были рога. Но никто об этом не знал, кроме тех, кто стриг его. Но Хан не выпускал их живыми от себя, казнил. Пришла однажды очередь стричь Хана сыну одной старушки. Она напекла сыну баурсаков, которые сделала на масле, сбитом из своего, молока. Старушка рассказала об этом сыну и велела их есть во время стрижки. Вот сын пришел к Хану и стал его стричь. Во время работы он ел баурсаки. Хан заметил это и спросил, что же он ест. Попросил дать и ему. Юноша угостил Хана баурсаками. Искандер Хан съел несколько штук, и лакомство ему очень понравилось. Старухин сын рассказал Хану, как же были приготовлены эти баурсаки. Искандер Хан ответил юноше, что он казнить его не может. Ведь они теперь молочные братья. Частенько дети подбегают к нашим столикам, угощаем мы их. И они всегда у нас спрашивают, а с чем у вас пирожки? Мы говорим, а у казахов пирожки с воздухом. Баурсаки – это самое обязательное блюдо на всех садака. Садака – это поминки. То есть оно обязательное, потому что именно на баурсаке читают молитву мула. Вот именно когда баурсаки подаются. Не на остальные блюда, а именно только на баурсаки. Поэтому это должно быть обязательно. И самым первым подают на таштакан. И самое главное, конечно, к баурсакам подается сливочное масло. Домашнее коровье сливочное масло. И, конечно же, казахский чай с молоком. Первое мое образование я закончила в медицинский колледже имени Ляпины в Самаре. С красным дипломом проработала в детской городской больнице фельдшером-лаборантом. Затем я вышла замуж и, к сожалению, уже родила дочь и переехала сюда. То есть уже по профессии я не работала. Затем у меня родилась вторая дочь. Тоже не работала. И здесь в селе как-то было тяжело устроиться на работу. И открылась вакансия в местном почтовом отделении связи. Я пошла осваивать новую профессию. А затем уже по состоянию здоровья, к сожалению, мне пришлось уйти с почты. И здесь открылась вакансия в местном сельском клубе. Когда я пришла в культуру, в местный сельский клуб, мне нужно было начинать с чего-то свою работу. То есть как-то ее начинать строить. И когда ты не понимаешь, ты мало знаешь, и совсем все новое осваиваешь, со мной рядом были мои дети. И я их учила, как могла петь, как могла танцевать. Мы ставили сценки, к нам уже другие дети присоединялись, их родители, мамы. И они же, эти мамы, мы организовали вокальные группы. И я потом понимаю, что в нашем творческом коллективе больше казахов. И здесь всегда было... Я была близка к нашим корням, к нашим традициям. И хотелось это и своим детям оставлять, и что знаю, показать, научить. И здесь я решила организовать детский фольклорный казахский коллектив «Арман». Мы начали осваивать сначала нашу сцену местную, затем уже районную. Потом пробовали свои силы на областных сценах. В этом году я поменяла место работы. И здесь уже на новом месте в РДК организовался этноклуб казахской культуры «Досток». Я была близка к нашим корням, к нашим традициям. И хотелось это и своим детям оставлять, и что знаю, показать, научить. Вот соблюдение традиций для вас это важно? Очень важно. Но я думаю, человек, он живет традициями, и корни это тоже очень важно. Потому что каждый человек, зная свои корни, он, наверное, тверже стоит на ногах, в моем понимании. И так, потому что если мы чтим традиции, если мы помним своих предков, если мы передаем то, что мы знаем, этим же народ и живет, этим и человек живет. Потому что человек без корней, без традиций, он кто? Никто, мне кажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова